Здравствуйте, вы смотрите 7 канал. В студии Алена Мальцева сейчас о последних событиях в стране и мире к этому часу. Великобритания построит крупнейшую в мире ветряную электростанцию. Проект одобрило правительство страны. Hornsea Project 2 будет обладать мощностью почти в 2 гигаватта. На ее возведение потратят почти 8 миллиардов долларов. Представитель компании-застройщика рассказал, их цель – сделать эту сферу одним из ведущих направлений для инвестиций по возобновляемым источникам энергии. Это позволит создавать новые рабочие места и повысит рост экономики Великобритании. Американская компания Ford выпустит самоуправляемый автомобиль в 2021 году. Технический директор фирмы говорит, их машины будут без руля, педали газа и тормоза. Вначале их новинку будут использовать в коммерческих целях, например, службы доставки для сокращения своих расходов. Ради развития направления компания инвестировала в четыре стартапа, которые занимаются научными исследованиями в области разработки передовых алгоритмов, 3D-карты и сенсоров. На окраине Берлина сохранилась старая олимпийская деревня. Ее построили к играм 1936 года. Спустя 80 лет в нее приезжают туристы, чтобы узнать о событиях и атмосфере тех лет. Как сейчас выглядит объект, смотрите далее. Эти строения на окраине немецкой столицы – олимпийская деревня времен Третьего Рейха. 80 лет назад здесь жили спортсмены, которым довелось участвовать в играх в нацистской Германии. А теперь сюда приезжают туристы, чтобы больше узнать о событиях и атмосфере тех непростых лет. Очень интересно увидеть эту деревню по многим историческим причинам. Это гимнастический зал. Здесь олимпийцы тренировались перед соревнованиями. Внутри все осталось таким же, как и в те далекие годы. Установили только новые лампы. А это бассейн. Здесь тоже ничего не меняли. Жилой кластер получил название «Деревня мира». Здесь, в Олимпийской деревне, было, конечно, свободно. Народы сорока стран жили вместе – и белые, и чернокожие. Никакого влияния национал-социализма в деревне не ощущалось. Берлин выбрали столицей летних игр до прихода Гитлера к власти. В 1933 году страну возглавили национал-социалисты. Но это не изменило решение Международного Олимпийского комитета. Изначально нацисты не хотели допускать к участию в играх представителей ряда раз. Но под давлением Олимпийского комитета подчинились. На время игр в Берлине приостановили расовую пропаганду. В столичных барах даже разрешили играть запрещенный джаз. Спортсменам, существование которых отвергалось самой нацистской идеологии, позволили жить в Олимпийской деревне. А в это же время Гитлеровцы строили концлагерь. Они строили концлагерь «Заксенхаузен» недалеко от Берлина, и до, и во время игр, чтобы использовать его после Олимпиады. Эти две недели игр были перерывом в обычной обстановке террора и преследования. Выдающимся спортсменом той Олимпиады стал афроамериканец Джесси Оуэнс. Легкоатлет выиграл четыре золотые медали. А в сентябре 1939-го Германия напала на Польшу, и началась Вторая мировая война. Когда она закончилась, Олимпийская деревня оказалась на территории ГДР. В Венском зоопарке панда преподнесла сюрприз. Еще 7 августа она родила, но только сейчас выяснилось, что не одного, а двоих детенышей. Наблюдать за новорожденными можно только через видеокамеру. Панды часто рожают по два детеныша, но оставляют, как правило, только одного. В данном случае оба малыша выглядят здоровыми и сытыми. Их рост 15 сантиметров. Смертность среди детенышей панд в первые недели жизни составляет 50%. Поэтому, согласно китайской традиции, имена им дают только через 100 дней. Сотрудники зоопарка надеются, что эти малыши выживут. А посетителям их смогут показать только через 4 месяца. Это были все новости на данный момент. Больше информации в 19 часов. Оставайтесь с нами. До встречи в эфире.